МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В жилом комплексе Государев Дом открылся детский сад, который получил название «Мечта». Название детского сада «Мечта» будет способствовать тому, что все-таки детские мечты будут осуществляться именно здесь. В Видновском перинатальном центре прошел необычный день открытых дверей. Систему, которую мы сейчас придумали для Московской области, такого на самом деле нет нигде в России. Глава муниципалитета Валерий Венцель провел бизнес-завтрак с предпринимателями Ленинского района. Любая встреча, это все равно переговоры, это все равно обсуждение. В жилом комплексе Государев Дом открылся детский сад, который получил название «Мечта». На воплощение мечты местных жителей у строителей ушел год. Благодаря совместным усилиям администрации района и руководства застройщика сад удалось сдать раньше намеченного срока. Подробности в нашем сюжете. Хоть и значится в почтовом адресе микрорайона деревня Лопатина, а сельскими жителями этих людей вряд ли назовешь. Под стать современному жилому комплексу и детский сад. Сегодня откроет в свои двери муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад номер 29 «Мечта». В церемонии открытия приняли участие представители застройщика, руководство администрации района и булатниковского поселения, родители и дети будущей хозяева мечты. Слава всем строителям, что такое почин, и руководителям разных величин. Детский сад общей площадью более 3000 квадратных метров рассчитан на 8 групп, которые смогут посещать более 200 детей от 2 до 6 лет. В конце церемонии открытия строители передали символичный ключ руководителю учреждения. Ключ вручается заведующей детского сада номер 29 «Мечта» Бурденко Любови Ивановне. Красную ленту перед входом в детский сад глава района Валерий Венцель перерезал вместе с одной из будущих хозяек детского сада. После чего гости, в числе которых были и руководители других детских садов района, отправились на небольшую экскурсию, которую для них провела заведующая Любовь Бурденко. А здесь, пожалуйста, горячий сад у нас. Просторные красивые коридоры, великолепные группы со спальнями, раздельные санузлы для девочек и мальчиков. То есть детей с раннего возраста приучать к красивому, прекрасному и соблюдать правила личной гигиены. Это очень важно. Ну, радуетесь за Галекта? Очень радуюсь и немножко завидую. На территории детского сада устроены прогулочные зоны для восьми групп с верандами. Для обеспечения доступности здания для маломобильных групп граждан в учреждении создана безбарьерная среда. В нашем детском саду все оборудовано согласно федеральных государственных образовательных стандартов. Оборудован детский сад, конечно же, пандусом в первую очередь. Предусмотрен санузел для инвалидов. Также у нас есть лифт, тоже предназначенный для инвалидов. Изначально предполагалось, что детский сад будет сдан значительно позже, но совместная работа администрации и застройщика принесла свои плоды. Садик мы сдали раньше срока. Мы с котлована до завершения строительства заняло ровно один год. Вовремя всегда нам помогали разрешительные технические документации. Ну и, конечно, осуществляли контроль, оказывали сельскую помощь в решении различных вопросов, которые у нас возникали в процессе строительства этого садика. Хотим сказать большое спасибо. В детском саду предусмотрены групповые помещения для кружковой работы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Оборудованы спортивной и музыкальной залы. Мы сегодня получили замечательный детский сад, который соответствует всем требованиям, нормативам. Здесь тепло, уютно. Здесь застройщик постарался и наполнил каждое помещение такими небольшими малыми формами, которые будут зарадовать наших детей. Поэтому я уверен, что название детского сада «Мечта» оно будет способствовать тому, что все-таки детские мечты будут осуществляться именно здесь. В ближайшее время в жилом комплексе в непосредственной близости от детского сада планируется сдача в эксплуатацию общеобразовательной школы на более чем тысячу мест. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ. В Видновском перинатальном центре прошел необычный день открытых дверей. Проект «Марафон по роддомам» с 2015 года «Шагающий по России» наконец-то добрался и до Московской области. Суть проекта – показать и рассказать будущим мамам об условиях и возможностях каждого роддома и помочь выбрать то учреждение, в котором малыш появится на свет. Побывала на марафоне и наша съемочная группа. В Видновский перинатальный центр стал первым учреждением родовспоможения Московской области, в котором прошел марафон по роддомам, уже четвертый год организуемый педиатром и блогером Татьяной Буцкой по всей России. Благодаря таким марафонам будущие родители могут еще до часа икс заглянуть в святая святых всех роддомов – родблог, отделение реанимации, интенсивной терапии новорожденных, операционные и палаты. А также получить ответы на все вопросы непосредственно от руководителей и сотрудников учреждения. Моя задача и моих коллег, чтобы вам не было страшно здесь, чтобы вы совершенно спокойно приходили и начинали рожать, чтобы у вас появились, поверьте, мы все заинтересованы в том, чтобы родился у каждой из вас здоровый малыш, вовремя, прекрасный. Но у нас в учреждении есть все для того, чтобы помочь малышу с первых секунд, если вдруг что-то не так пошло. Сегодняшний марафон отличается от остальных еще и тем, что он дает старт масштабной трехуровневой оценке и проверке всех роддомов Подмосковья, конечная цель которой – составление объективного рейтинга. Систему, которую мы сейчас придумали для Московской области, такого на самом деле нет нигде в России. Первый блок – это медицинский блок, он войдет с определенными показателями. Это наша комиссия здравоохранения, которая возглавляет наш главный акушер-гинеколог. Второй блок будет анкетирование, проводить опросы беременных, анкетирование проводить – это Асяна Буцкая, независимая оценка блогеров. И третий блок – это независимая оценка качества медицинской помощи. Это члены общественной палаты. Будущие мамы, а также представители общественных организаций осмотрели родильные залы, операционные, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Есть все указатели желтого цвета, они тактильные. Виновский перинатальный центр для старта проекта выбран не случайно. По медицинским показателям он занимает четвертое место по стране среди всех центров России. К тому же имеет достаточно высокий народный рейтинг. Сюда приезжают со всего Подмосковья. Я планирую рожать в этом роддоме. Мне здесь очень понравилось. Моё пожелание только усилилось. Хочется именно здесь. Люди очень приветливые, очень приветливые доктора. Всё рассказывают, отвечают на все вопросы. Только положительные впечатления. В течение года будет проверено 41 учреждение родовоспоможения Московской области. Эксперты совместно с будущими родителями осмотрят отделение интенсивной терапии недоношенных, проверят, осуществляется ли доступ родителей в реанимацию, есть ли доступная среда, пандусы, туалеты для инвалидов, специальные кресла и индивидуальные родильные залы для таких пациентов. Поверьте, эта работа не делается быстро, потому что мы должны накопить массу отзывов, чтобы эти отзывы были достоверные. Мы не хотим делать какой-то очередной рейтинг, которым нельзя будет пользоваться. Итоговый рейтинг роддомов Подмосковья будет составлен в конце следующего года. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видно этого. Глава муниципалитета Валерий Венцель провел бизнес-завтрак с предпринимателями Ленинского района. Встреча главы с представителями бизнес-сообщества прошла в традиционном формате вопрос-ответ. Какие темы поднимались в ходе завтрака, выясняла Юлия Погосян. Около полугода назад в Ленинском районе было создано отделение торгово-промышленной палаты Московской области. Сегодня в ее рядах порядка 80 предпринимателей разного рода бизнеса – малого, среднего и крупного. Появление в муниципалитете этой организации способствовало улучшению взаимоотношений между предпринимателями и властью. То, что мы делаем, в первую очередь направлено на то, чтобы наши жители себя чувствовали объятой заботой о них. Чтобы наши жители четко понимали, что мы заботимся о развитии нашего муниципалитета. Цель у нас одна – в первую очередь поддерживать тех предпринимателей, которые здесь на территории Ленинского муниципального района делают много добрых дел, которые пополняют казну, которые трудоустраивают наше население. Глава Ленинского района Валерий Венцель с членами торгово-промышленной палаты муниципалитета встречается уже не в первый раз. Обсуждать волнующие предпринимателей темы в формате вопрос-ответ стало традицией. Сегодня присутствующих интересовало получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию новых построек, льготы для малого и среднего бизнеса. У нас в принципе лозунг «Ваш успех – наша цель» в торгово-промышленной палате. И мы это и преследуем, чтобы предприниматели находили пути и точки роста, чтобы они двигались, чтобы развивали Ленинский район, чтобы приносили новые инвестиции в район, чтобы все росли и всем было от этого хорошо. Предприниматель Нина Павлова на территории муниципалитета работает уже 25 лет. Ее фирма занимается производством рекламных и ограждающих конструкций. В общении с главой района в формате бизнес-завтраков она видит большие перспективы улучшения работы своего предприятия. Любая встреча – это все равно переговоры, это все равно обсуждение. То есть, ну, мне бы хотелось вообще, чтобы это были, а не регулярные, просто вот у нас намечено, например, каждый, не знаю, раз в месяц встреча, там, понедельник или вторник, вопросы заданные, вопросы решенные. На сегодняшний день, благодаря слаженному взаимодействию бизнеса и власти, удалось достигнуть немалых результатов. Одно из последних – это встреча бизнеса с налоговыми органами. Мы на сегодняшний момент работаем над созданием и открытием каворкинга в Ленинском районе, который заработает у нас в конце этого года. Ну и, в общем-то, много разных мероприятий. Они все направлены на консолидацию и объединение бизнеса в районе. В планах сделать бизнес-завтраки регулярными и привлечь большее количество предпринимателей в ряды членов торгово-промышленной палаты, чтобы сотрудничество стало еще продуктивнее. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском районе проходит благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». Партнеры акции вносят свой вклад в помощь нуждающимся. О том, как члены общества инвалидов посетили спортивно-оздоровительный центр «Дельфин», расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках «Недели доброты и щедрости», что проходит в Ленинском районе с 20 по 27 ноября, в спортивно-оздоровительный центр «Дельфин» были приглашены члены общества инвалидов и их опекуны. Стоит отметить, что бассейн уже давно осуществляет поддержку жителей района с ограниченными возможностями здоровья. Мы узнали, что проходит «Неделя доброты» в нашем районе, и центр «Дельфин» решил принять тоже активное участие в этой акции. Мы пригласили людей пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями, проводим мероприятия в виде зарядки. Для приглашенных подготовили специальную программу, которая включала в себя плавание и акваэробику. Под руководством опытного инструктора пожилые люди двигались в воде с огромной энергией и бодростью духа. Алла Вязникова в «Дельфине» впервые, но уже хотела бы продолжить занятия. Даже абонемент хочу купить. Я уже спрашивала, интересовалась. Обязательно, один раз в неделю. Я считаю, что в моем возрасте достаточно и обязательно буду ходить. «Неделя доброты и щедрости» – ежегодная акция, во время которой каждый раз проходит все больше мероприятий. В этом году в ней задействовано около ста волонтеров. Масштабная акция, в ней принимают участие очень многие предприниматели. Торгово-промышленная палата, оздоровительный центр «Дельфин». И, в общем, люди, которые поняли, что они хотят помочь и имеют желание и возможность помочь. После занятий в бассейне гости переместились в тренажерный зал, где сотрудники центра показали упражнения, способствующие здоровому образу жизни. «Мне показали вот этот вот для ног тренажер. Мне, кстати, очень понравилось. И какой-то вот коленочки уже, то-сё. И здесь можно, вот я смотрю, поменьше ставить, там побольше. И даже очень здорово можно заниматься на этом даже пожилым людям. Эта нагрузка в основном на ножки. А ножки немножко надо тоже тренировать». Член общества инвалидов Виктор Николаев раньше занимался спортом. Старается поддерживать форму и сейчас. В зале он выбрал для себя тренажеры, соответствующие возрасту и состоянию здоровья. «По мере своих возможностей таких ограниченных, и велосипед, и силовые агрегаты, я смотрю, здесь нормально всё, это не так тяжело, нормально, облегчённо всё. Штанга, конечно, не тот возраст». Не забывайте, что каждый из нас может поучаствовать в «Неделе доброты». Акция продлится до 27-го числа. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Дедушка Мороз отметил свой день рождения. Возле кинотеатра «Искра» волшебник встретился с детьми и узнал об их пожеланиях на Новый год, а также раздал им первые подарки. О том, как прошёл праздник Деда Мороза в нашем следующем сюжете. «Зимой лето устроенная, зелёная была». Видно, Дед Мороз появился с первым снегом. Дети и даже взрослые встретили волшебника, которого ждали весь год с песнями и улыбками на лицах. Такому гостеприимству со стороны собравшихся дедушка был очень рад. «Пришло много ребят, много родителей, бабушек, дедушек. Мы спели песню, я проверил у ребят, написали ли они мне письмо. Письмо, письмо Деду Морозу. Конечно, все написали». Именинник провёл для детей игровую программу, спел с ними новогодние песни и подарил сладкие подарки. В этом ему помогли активисты территориального совета молодёжи «Старый город», которые подготовили увлекательные конкурсы. «Дети могут поиграть в настольный футбол, дети могут поиграть в кольцеброс, могут принять участие в весёлых стартах, могут просто походить погулять, посмотреть, как что проходит». Таких, кто не хотел участвовать в конкурсах, не было вовсе. Чтобы обрадовать Деда Мороза, дети объединялись в команды и соревновались между собой. Все за время игр успели подружиться и насладиться предновогодней атмосферой. «Все могут как-то командами работать, никто не с кем, кто-то с кем-то дружит, они командой объединяются, делают, помогают». «Мне это нравится, потому что я отсюда каждый день хожу, выиграю призы там. И я всем желаю счастья там, здоровья, что сюда каждый день приходили». Дед Мороз так и не раскрыл детям тайну своего возраста. Всем пришедшим на его день рождения он подарил новогоднее настроение, а сам дедушка остался доволен тем, что в него по-прежнему верят. Волшебник тепло попрощался с мальчишками и девчонками до Нового года, а они пообещали ждать его появления. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В нашей постоянной рубрике «Афиша» Сергей Ларин расскажет о том, куда пойти в предстоящий уикенд. Привет, Сергей, какие же события нас ожидают? Привет, Максим. Впереди очередные выходные. И сейчас я расскажу о том, как провести их весело и интересно. В субботу, 24 ноября, музей-заповедник Горки Ленинские и театр ТОК представляют детский спектакль-мюзикл «Тролли». Это добрый, яркий, красочный семейный мюзикл, который рассказывает об удивительном мире, населенном троллями, самыми певучими, плесучими и любящими обнимашки со зданиями на свете. Начало в 12.00. Билеты в кассах музея. А в это же время в Центральной библиотеке состоится заседание клуба путешественников. Волшебной красоты природа Тверского края, прозрачные и богатые рыбой реки и озера, вековые леса с россыпью ягод и вкуснейший воздух обязательно займут место в вашей копилке добрых воспоминаний. В программе виртуальная экскурсия и полезные советы бывалого путешественника по выбору маршрута. Вход свободный. Там же, но в 15.00, для вас откроет свои двери лингвистический клуб. И снова в стенах Центральной библиотеки зазвучит английская речь. Приходите и вы попробовать свои силы в знании английского. Опытный преподаватель поможет преодолеть языковой барьер. А еще в эту субботу шеф-повар кафе музея-заповедника Горки-Ленинские проведет кулинарный мастер-класс. Вы сможете сами, своими руками приготовить такие популярные соусы, как песто, домашний майонез и соус для пиццы. Начало в 16.00. В воскресенье 25 ноября в Доме культуры театральная постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». На сцене младший состав народного театрального коллектива «Твит». Начало в 13.00. Не опаздывайте. В этот же день, но в 15.00 еще один спектакль. На этот раз музыкальный. Постановку осуществляет театральная студия «Маска». И называется он «Мумитроль и все-все-все». Юные актеры увлеченно и непосредственно создают уютную атмосферу мумидома и погружают зрителей в предпраздничное состояние накануне Рождества. На этом у меня все. Надеюсь, что в эти выходные никому не будет скучно. Максим? Спасибо, Сергей. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 24 ноября, весь день будет облачным. Температура будет держаться на уровне нуля минус одного градуса. Осадков не ожидается. И это все новости на сегодня. Выпуск вел Максим Козлов. До встречи.